Добрый день! Меня зовут Соловьева Марина и в этом видео я хочу рассказать вам о том, что у меня есть такой чемоданчик с косметикой, который я пользуюсь время от времени и в который я убираю то, чем я на данный момент не пользуюсь, но когда-нибудь, когда-то там, мне это вдруг может пригодиться. Это вот такой вот целый чемодан фирмы Estee Lauder. Когда я была просто маньяком покупки косметики в Эльдеботе, я просто там проживала, будем так говорить. И когда я туда заходила, меня уже просто настолько знали все консультанты, что все здоровались и говорили, а у нас вот это вот такая новинка. И вот я как-то захожу, они говорят, ой, пойдемте, я вам что покажу. И показывают мне вот этот вот чемодан, а он полный косметики. Значит, там внутри этого чемодана была огромная палетка теней, палетка румян, тушь, по-моему, какие-то помады, набор кистей, две косметички, в одной сейчас у меня кремы лежат. А вот этот чемодан не знала долго для чего использовать. И вот в результате он мне пригодился для того, что я в нем храню то, что может мне когда-нибудь пригодиться, ну или то, что мне вот сейчас не по сезону. Например, там темная пудра или какие-то тени, которые вот, допустим, неохота, вот надоели. Я их откладываю и вот для такой косметики у меня существует вот этот чемодан. Сразу говорю, здесь есть вообще все подряд, кому интересно, оставайтесь. Я не думаю, что я прям быстро-быстро вам здесь все покажу и расскажу. Кто не хочет тратить время на просмотр долгого видео, сразу говорю, видео будет долгим. В общем, вот столько в нем всего. Буду сейчас все по порядку вытаскивать, прям предмет за предметом. Давайте я, может быть, даже вот так наклоню немножко камеру. Меня не будет так видно полностью, но зато видно будет чемодан. Значит, давайте по порядку. Вот у меня здесь есть такие румяна клиник. Мне их отдала подруга, им 500 лет, этим румяном. Но поскольку они не содержат никаких жиров, с ними ничего не происходит. То есть тут тальк, пигменты, перламутр. И они прекрасно работают. Но просто вот сейчас я такими оттенками не пользуюсь. Я сейчас больше как-то розовеньким постараюсь румяниться. А здесь вот такая коричневая палитра. Она очень дает хорошее мерцание. Мне они нравятся. То есть они у нее были лет 500 и 500 у меня. Итого им 1000. Но, несмотря на это, с ними ничего не происходит. Фирма клиник. Вообще написано, что это пудра с шиммером. Я не знаю, честно говоря, как это и пудрится. Также, как вот смотрите, у меня есть пудра Фаберлик из серии Секрет. Она тоже была лимитированная. И по типу того же самого, что вот эта пудра. Вот, видите, да? Она не шиммерная, но она... Такие оттенки у нее очень интересные. Я и до сих пор не пробовала пользоваться. Все чего-то жду. Не знаю, чего. Вот. У нас румяна сейчас так выглядит, да? А это вот была такая пудра. И она у меня лежит в совершенно первозданном варианте. То есть я даже не пыталась ей пользоваться. Смешивать. Ну, не знаю. Вот сразу, если не попользовалась, потом у меня может вот так все это вот в эти залежи уйти. Что у меня дальше лежит? Концентрат для осветления пигментных пятен. На самом деле, вот этот конкретный концентрат, я просто про него уже забыла. Его тут уже нет. Он уже давно просрочен. Я его выброшу. А вообще, у меня был другой, который я использовала и тоже уже выбросила по осени. Они спрашивают, работает ли такой концентрат. Работает. Но, смотрите, летом пятна пигментные, у кого они есть, хочешь, не хочешь, пользуйся, не пользуйся какими-то SPF-ами, они все равно проявляются. Вот. А по осени, когда солнце активно исчезает, пятна уходят. Но вот с этой штукой уходят гораздо быстрее. Поэтому я рекомендую. А свою, конечно, вот эту вот уже на выброс надо. Так, дальше что мне попадается? Мне попадаются кисти. Вот как раз вот эти кисти Estee Lauder. Здесь были в этом чемодане. Ну, на самом деле, они не очень хорошего качества. Видите, да? Тут, похоже, мой ребенок уже полазил и сделал из этой кисти вообще не пойми что. Здесь натуральный ворс. Он немножко лезет. А кисточка, которой я наношу тени, вот она гораздо лучше по качеству. У нее немножко как будто другое. Здесь вот другой ворс. Другие вот эти вот. Ну, не знаю. В общем, кисть для теней я до сих пор использую. Она у меня в моей ходовой косметичке, в которой текущее все у меня. Вот. Я пользуюсь. А так вот, ну, они, конечно, красивые. Но им уже много лет. И вот, видимо, мой ребенок все-таки постарался и одну кисть испортил. Но я ими все равно не пользуюсь. Вот они у меня здесь лежат. Лежат. Дальше что? Вот у меня есть тени. Жаде. То есть, это совсем такие бюджетные-бюджетные тени. Я их покупала на какой-то Новый год. Потому что они дают вот такое вот мерцание. И очень красиво в праздничном макияже вот такие тени использовать. Они у меня тоже вечные. Они, не знаю, даже видно, не видно, что они пользованные когда-либо. Ну, видно, что немножко. Но они вот такие красивые. Я их не выбрасываю. Потому что время от времени я ими пользуюсь. Дальше у меня несколько вот этих вот теней из серии Eye to Eye. Это раньше у нас была в Faberlic такая серия. И я предполагаю, что сейчас она плавно перекочевала в Skyline. Синие тени, мне кажется, даже перекочевали в палетку от Маши Вэй, вот этого блогера. Потому что, судя по описанию, эти тени абсолютно так же ложатся. Вот эти вот имеют такой же типа голограммый эффект. А синие нифига не наносятся. В общем, вот я думаю, что это прям они же. Еще у меня из этой же палетки есть вот тут уже разбитые тени. Вот этот красивый здесь персиковый оттенок. Ну, уже не знаю. Я, наверное, их просто сейчас выброшу. Потому что ими невозможно краситься в таком виде. Вот в этих вот коричневых тенях просто офигенные оба оттенка. И коричневый, и вот этот светлый. Попадало у меня все. Кстати, аппликаторов в них не было. Аппликаторы я покупала в Faberlic. Целый набор. И по качеству эти аппликаторы мне очень нравятся. Вот так они выглядят. Заостренным кончиком аппликаторы. Очень даже приличного качества. Здесь вот очень мелкий поролон такой. И очень нежный, очень мягенький. Ну, вот эти тени тоже, мне кажется, есть у нас в палетке. В какой-то из Skyline. Вот такие сиреневые. Которые тоже вообще никак невозможно нанести на глаза. Поэтому они у меня здесь лежат. А, ну вот они. Вот они. Вот они, прям они, подружки, друзья. Вот вместе ходят пары. Тоже эти тени я вам уже говорила, что мне не нравятся. Ну, и выбросить жалко. И не красить, не крашу. Вот они у меня в этот чемодан и попали. Давайте вот серия Е2Е. У меня тут есть пудра. Вот эта пудра, кстати, очень классная. Она стоила 150 рублей. Это была цена каталога. Я ее вообще купила, там, не знаю, то ли распродажа была, то еще же рублей за 50. Но она просто клевая, эта пудра. И летом, когда кожа загорелая, ей просто нет равных. Я вот уже, получается, два лета ей пользовалась. Сейчас будет третья. Я думаю, что все, этим летом она у меня кончится. Дальше. Тональный крем Фаберлик. Такого у нас уже нет крема, к сожалению. Хотя, вот, мне он очень нравился. У меня был оттенок посветлее, этот оттенок потемнее. Вот у нас не очень правильно, что оторвешь, вот, да, этикетку вот эту вот. И все, ты не знаешь, какой здесь оттенок. Но это, допустим, какой-то средний оттенок. У него есть тоже небольшой желтый подтон. И только на загорелую кожу им можно. Потому что на такую, как у меня. Сейчас на камеру, да, непонятно, какой у меня цвет кожи. Потому что чуть ближе подойдешь, она желтеет. Дальше от камеры отодвигаешься, она светлеет. У меня вообще светлый тип кожи. И если этим тональным краситься, то будет прям сразу видно, что кожа пожелтела. Дальше, что у меня тут есть. Вот у меня еще есть такие тени Фаберлик. Они тоже раньше у нас были. В каталоге сейчас их уже нет. Я их купила из-за вот этого зеленого цвета. И они у меня лежат. И серых оттенков у меня на самом деле нет ни в одной палетке. Здесь целых два серых оттенка. И я всегда думаю, мне нужны серые тени. Вот они мне когда-нибудь обязательно понадобятся. И они мне никогда вообще не нужны. Но почему-то я все время об этом думаю. Поэтому эти тени у меня лежат. Лежат себе и лежат. Пить есть не просят. Возможно, когда-то мне захочется накраситься ими. И я накрашусь. В общем, они прям такие серые, как графитовые такие. И много перламутра. Вот этот зеленый тоже очень красивый. Но его можно найти в палетке серии Секрет в оливковой. Кстати, вот она у меня здесь лежит. Потому что я уже ей накрасилась. Она мне поднадоела. И сейчас я перешла на палетку 52-60. А это вот как раз оливковая. Она мне очень нравится. Здесь она лежит просто потому, что Мне не хочется забивать косметички текущего дня, будем так говорить. В которых у меня нужно только то, чем я хочу краситься сейчас. Так, что у меня еще здесь есть? Тушь от Фаберлик. Водостойкая. Ее уже очень давно нет в каталоге. И ей уже как раз столько лет. Но смотрите. Я ей красила только одно лето, когда ездила на отдых. И красила там, ходила на море с ней. Она прекрасно держалась. Она все выполняла свои функции. Вот такая у нее приталенная кисточка. В прошлом году я на море не ездила. Вот она так и лежит. Ничего ей, кстати, не делается. Вроде не подсохла. Так, что у меня тут еще? Из Фаберлик у меня все закончилось. Давайте идем дальше. Достаю герлен в бархатном футлярчике, как я люблю. Румяшки. Я вам уже показывала в одном из видео сравнение наших румян и румян герлен. Это вот как раз те, которые я показывала, видимо, потому что они очень чистые. Оттенки немножко не мои. Подружка мне подарила. Я уже говорила в одном из видео, что мы с подружками обмениваемся косметикой, которая поднадоедает. А вот я вам покажу как раз те, которые я не показывала вам на видео. Чтобы вот снять все вот эти вот возмущения по поводу того, что что-то из косметики Фаберлик сыпется. Любая компактная косметика сыпется. Иначе она будет кремовой. Если она не будет сыпаться, она будет кремовой текстуры. Это надо понимать. Вот посмотрите, герлен это вот прям лидер в производстве пудр и румян. Мне кажется, никто не делает тоньше помол, чем герлен. Правда, все очень-очень всегда довольны качеством. Они настолько шелковистые и приятные, что... Ну, правда, я Estee Lauder в основном покупала. Потому что подешевле и объемы побольше у Estee Lauder. Они прям не жадничают с продуктом. А у герлен вес поменьше продукта и марка подороже. И поэтому на герлен мне вот подружки только дарили. Я сама не покупала никогда. Ну, вот смотрите. Здесь все в пыли вот в этой вот, да, в косметической продукта. Ну, то есть пылят абсолютно одинаково. Нет, нет, не одинаково. Есть, конечно, которые более спрессованные. Есть с более крупным помолом. Они сыпятся больше. Но сыпятся абсолютно любые компактные продукты. Это надо просто принять как данность. И не думать, что сыпется только Фаберлик. А вот герлен не сыпется. Сыпется, вот, пожалуйста, у меня даже открошились. Вон, крошки я сейчас по столу, видите, да? Отвезла от себя подальше. Чтобы не вляпаться. Потому что, ну, вот так же при нанесении кистью даже вот она открошилась. Эта продукция. Так, что у меня дальше? Ну, давайте посмотрим. Здесь у меня, а, тут у меня какие-то, какие-то тени спрятаны в коробке от Шанель. Я даже не знаю, что это за фирма этих теней. Они просто тут спрятаны. Я, честно говоря, даже не помнила, что они у меня есть. И вряд ли я буду ими пользоваться. Поэтому это вот, в этот угол будет прям все сейчас на выброс. Хорошо, что мы вот с вами ревизию проводим. Так, теперь у меня есть зачем-то хранимый пробник от туши Estee Lauder. С силиконовой кистью. А, потому что она, все, я поняла. Она мне эта тушь понравилась. И я еще думала, что, может быть, когда-нибудь ее куплю. Ну, и пусть она тут у меня стоит. Кисточка у нее хорошая. Так, теперь тени Шанель. Я вам уже показывала их в каком-то видео. Это моя любимая палетка. Такие нюдовые оттенки. Вот сегодня, кстати, я накрашена тенями и тушью Шанель. Вы разве не заметили этого сразу? Мне казалось, что вот прям ты накрасишься. У меня было, это было прям мое такое мнение, что ты накрасишься Шанель. И ты будешь прям, ну, просто вообще по-другому выглядеть. Вот прям все тебе, все сразу будут видеть и говорить, Маринка, что на тебе Шанель? Ты такая будешь говорить, да, на мне Шанель. А по факту вообще непонятно, что на глазах накрашено. Ну, никакая надпись тут не проявляется, что у тебя тени Шанель. Вот они, тени и тени. Вот я дальше сейчас приблизилась, и их как будто вообще нет. У них такие нюдовые оттенки, светлый оттенок я уже искрасила, полностью его нет. И вот этим темным я всегда делала подводку. Я сегодня чуть-чуть им брови подправила и сделала подводку темную. Они темнее, чем в 56-20 сейчас в секрете. Вот эти, они прям видно, что они темнее. Вот эти вообще не видны на коже, они просто, ну, что-то там припудривают, типа закрашивают. А вот эти такой серо-коричневый оттенок, я очень обожаю этот цвет. Я им и пользуюсь время от времени. Вот сегодня, когда я решила, что я этот чемоданчик буду разбирать, я достала эти тени и именно красилась. И как положено, вот что мне нравится, два аппликатора сразу в комплекте, потому что оттенка 4 и все продумано. Вот у меня, я говорю, люблю хранить все в этих бархатных футлярчиках, тени у меня хранятся. А про тушь вам тоже сейчас попозже расскажу, сейчас дойду до нее. Вот у меня есть такие кремовые тени Шанель. Им тоже уже много лет, они уже даже тут подсохли и свободно двигаются. На самом деле, когда их покупаешь, они так свободно не двигаются. У меня какой-то вот такой оттенок, они очень перламутровые. Вот такой вот, не знаю даже как его назвать, он бордово-фиолетовый какой-то что ли. Очень много перламутров в нем, тоже несколько лет назад я их покупала. И к ним в комплекте идет вот такая кисточка для нанесения. Ей можно и подвести этими тенями, и растушевать. Вот она вот так вот делается, удлиняется и становится полноценной кисточкой. Вот они у меня так лежат здесь, невостребованные. И у меня есть еще такие же тени в зеленом оттенке. Вот эти кремовые тени, вот смотрите, они вываливаются уже, потому что они чуть-чуть подсохли. Они на самом деле раньше здесь занимали полностью все пространство, и такого свободного хода здесь не было. Вот эти зеленые я прям влюбилась в них, и мне надо было их, надо. Вот мне их муж привел из дьюти-фри. Я ими даже красилась какое-то время, но не могла подобрать к ним. Вот навек она подвижная наношу, а сюда не могла никакой оттенок подобрать. И они у меня из этого, вот они видите какие сияющие. И они у меня ушли вот в этот чемодан. И я тут была в золотом яблоке, спросила, сколько же эти тени стоят. Они стоят с максимальной скидкой 1700 рублей. То есть вот у меня буквально 3500 вот в этих двух коробках. И я сейчас, конечно, ни за что бы таких денег не отдала за эти тени. Ну а тогда мне было очень надо. Вот такие у меня есть два пробника туши Шанель. Тушь объемная, Le Volume называется. Эти пробники я получала достаточно давно. У меня их было очень много. Мне приходили купоны на почту от компании Шанель. В Эльдебаты, в Золотом Яблоке, в Латуале, по-моему. И можно было эти купоны обменять на средства. И я вам сейчас покажу несколько таких продуктов, которые я выменяла. Это вот эта вот тушь. В результате я... у меня их было штук 10. И я все раздала просто потому, что эта тушь держится на моих ресницах 2 часа. Через 2 часа она вся вот здесь вот у меня под глазами. И это я замечу Шанель. Вот в тестерах особенно, да, компании стараются положить все самое лучшее. Ну иначе, если они какую-нибудь фигню туда намешают, кто же это купит? Вот она выглядит вот так. У меня сейчас еще 3, представляете, их есть. И я ими не пользуюсь. Я их кому-то подарю, и кто-то будет безумно рад. Здесь силиконовая кисточка. И вот она вот такая вот. Ну посмотрите на мои глаза. Сказать, что тут супер какой-то объем, нет. Ну просто ресницы. Бывали и получше, честно говоря. Поэтому эту тушь я изначально не полюбила. Но распробовала ее только когда уже у меня их 10 штук появилось. Дальше. Вот пошли пробники. Тоже компании Шанель. Из серии Гидро Бьюти. Здесь и вокруг глаз гель. И крем. И серум сыворотка. Вот здесь. Дальше опять сыворотка. Это вот все пробники, которые точно так же я выменивала на купоны. И, честно говоря, вот беру их когда куда-то еду. Там к подруге, допустим, еду в другой город. Вот на пару-тройку дней, чтобы свои тяжелые банки не тащить. Я вот их беру и там пользуюсь. Так, что у меня еще есть в Шанель? Вот так же я выменивала купоны. CC крем Шанель. По 5 мл. У меня их было 6 штук. То есть это полноценный продукт. 30 мл. Я достаю этот CC крем. В нем SPF 50. Это чисто летний вариант. Здесь еще и тон темноватый. Это чисто летний вариант для меня. Поскольку у меня кожа склонна к пигментации, то вот это мое спасение. Этот CC крем. Вот у меня на это лето осталось еще 2 тюбика. Я думаю, что 10 мл мне должно на лето хватить. А на следующее я, скорее всего, разорюсь и куплю себе еще раз такое средство. Это прям достойный такой вариант. Ну, что касается тонального крема. Вот у меня еще есть Лореаль. Мне моя подружка отдала, сказала, что ей не нравится. Он темный. Я не стала даже отказываться, потому что летом сгодится все. Тем более, что может быть мне и подойдет. Я буду даже счастлива. Вот у меня еще есть новый, совершенно ни разу не пользованный тональный крем Clorance. Я его покупала в паре с тем кремом, которым я пользуюсь сейчас каждый день. Этот с матирующим эффектом. Я его взяла на лето. Была такая акция в Латуаль, когда можно было купить 2 продукта, правда, без применения скидок и по цене одного. То есть я выбрала 2 тональных крема по одной цене и взяла себе на зиму. Более жирненький с атласным таким финишем. И матирующий взяла на лето. Теперь вот у меня есть такая штука от компании Clorance. Мне подарила моя любимая подруженька на Новый год. Это какой-то усилитель энергии, прям бустер. Это такие капельки от компании Clorance, которые любой крем делают жирнее. Я пользовалась им с линейкой круговой подтяжки, которая для зимы немножко жидковата. Хочется поплотнее. И вот этого средства нужно всего лишь капельку туда добавить. Посмотрите, какая тут пипочка. Вот так вот наклоняешь и оно капает. И вот этой капельки в крем достаточно для того, чтобы и лицо выглядело лучше, и вроде какую-то жирность добавляет, хотя никакой маслянистости вот конкретно на руке сейчас не чувствую. Поскольку у меня сейчас ночной крем достаточно жирный, а я еще и платинум получила, вот, то есть тут-то вообще достаточно жирка, то я этот бустер использовать пока перестала. Я подумала, пусть постоит до осени, осенью захочется. Из кремов, вот, кстати, да, получила я платинум. Конечно же, я его уже попробовала, несмотря на то, что у меня есть гардерика. Я этот крем обожаю. У меня есть вот такой платинум теперь. И я им, ну, не сказать, чтобы часто пользуюсь, все-таки я решила закончить сначала гардерику. И тут мне моя невестка Иринка говорит, забери, пожалуйста, у меня вот этот крем. Мне он вообще не нравится. Вот это к тому, что говорят, Фаберлик дешевые кремы, и они фиговые. На самом деле нет. Кому-то и это не нравится. Ей, кстати, тоже не нравилась тушь, про которую вам уже тут все уши прожужжало, Диор Шоу. Ей тоже она не понравилась. Она просто с первых же дней сказала, Марина, забери, пожалуйста, у меня эту тушь. Я ей вот этих вот тушей Шанель штук пять, наверное, тогда отдала в обмен на Диор Шоу, и была просто счастлива. А ей не подошла. Человек остался просто недоволен. Поэтому говорить о том, что не подошел какой-то один крем Фаберлик, попробуйте другой. Не подошел, даже если Фаберлик, ну попробуйте что-то еще. Я реально знаю, у меня у одной подруги, просто на все Фаберлик аллергия. Она, в принципе, очень восприимчивый человек, у нее чувствительная кожа на лице, у нее и на черный жемчуг такая же реакция, и на Фаберлик такая реакция. Ей очень сложно подобрать крем. Вот, и не значит, что вы купите дорогой крем, и он вам тут же подойдет. Вообще не факт. Вот, просто вообще не факт. Вот, пожалуйста, отдала мне ночной крем Clorane, с которым я пользовалась всю жизнь. Ой, ну не всю, сейчас говорю вам. Последнее время я им пользуюсь, вот она мне уже сказала, все, я больше не хочу этим кремом пользоваться, пожалуйста, забери. Я, конечно же, забрала, потому что я люблю этот крем. Но, честно говоря, после того, как я его сравнила с Гардерикой, вот я после Гардерики утром просыпаюсь, и у меня нормальное лицо. Вот после этого крема, когда я попользовалась, сегодня я прям перепроверила это, я проснулась, а у меня лицо просто как блин в масле. Оно просто жирное-прижирное, блестящее-приблестящее. Мне кажется, можно было даже несколько миллилитров с него собрать. Ну, вот такую жирность он мне дал. Так, теперь что у меня тут есть? А, у меня вот еще есть Левальон только в 1 миллилитре. Тут прям маленькая-маленький такой пробничек тоже тушь, Шанель. А, какой-то у меня здесь подтягивающий эффект, какое-то масло Локситан. И что-то от Герлен. Какая-то сыворотка от Герлен тоже в пробнике лежит у меня здесь. А, вот еще. Вот кто-то меня спросил в комментариях, пробовала ли я корректоры. У нас один из корректоров есть вот по такому же типу, который дает мерцание. Честно говоря, я не очень понимаю смысла в таких корректорах. Почему? Потому что наносишь ты его как базу, он дает подсвечивающий эффект, прям такой подсвечивающий. Но, это когда ты наносишь его и все, и чуть-чуть припудрился, я наношу вот этот корректор, потом тональный крем, потом несколько слоев пудры, или еще вот это вот скульптурирование, если там делать. Скажите, что будет от этого видно? Вообще ничего. Честно, не вижу смысла вот в таких вот продуктах, которые дают какое-то подсвечивание. Я им раньше разбавляла темные тональные кремы, потому что он светлого оттенка, и я разбавляла. А сейчас, ну, вообще выброшу уже ему 100 лет. Еще у меня тут есть ресницы. Пару раз я их даже клеила. Ну, на вечеринку прям такие делала ресницы. И здесь вот у меня еще есть пробник туалетной водички Шанс. Она у меня есть и целиком. Еще какой-то пробник. Каролина Эрера лежит. И пошли всякие кисточки, которые у меня были с мастер-класса. Посмотрите, я была на школе Шанели, рассказывала. Там давали вот такие карандаши, чтобы мы ими записывали. Кисточку одноразовую, чтобы мы одноразовые, ну, чтобы тушь, которую мы тестировали, которая там на демонстрационных стендах стоит, чтобы мы свои, у нас была у каждого своя кисточка, и мы вот ей красили там реснички. Ну, я красила обычными, потому что мне важно было попробовать кисточку, а не тушь. Вот еще обнаружилась еще одна кисть от Estee Lauder, которая уже на кончик присохла. Не знаю, для чего я вообще в кистях мало понимаю по форме, для чего она была предназначена. Вот она у меня лежит. Вообще даже не пользованная ни разу. И куча всяких спонжиков здесь у меня хранится. Тоже не знаю. Типа, а вдруг когда-то у меня кончатся спонжики. Когда они кончатся? Вот посмотрите, даже какой есть вообще смешной малюськин. Вон их сколько. И прям вот они все не кончаются. И я все никак эти спонжики себе не применю никуда. Также у меня здесь в этом чемодане вот есть от пудры Chanel вот такая кисть. Еще от Chanel от чего-то вот такие. кисти. Кисти Estee Lauder. Вот, кстати, из этого же она была набора. В общем, в общем, вот такой. Тут у меня еще есть вот эта вот штука, которой ресницы подгибают, которой я просто однажды выдрала себе все ресницы. И я ей больше ни разу не пользовалась. И шпателли с кремом Chanel. Это вот знаете, да, кремы, которые вот таким образом выглядят. Chanel в каждый вкладывает вот такой шпатель, чтобы туда пальцами не лазили. Здесь тоже есть эмблемка Chanel. В общем, вот. И есть у меня еще такое полотенце Эльдоботы. Когда-то их дарили за покупку. Его распечатываешь, размачиваешь в воде, и это прям такое полотенце для лица. Я этими полотенцами пользуюсь. У меня оно не одно. И вот оно есть. Ну и все. Тут уже вот просто остался какой-то флакон. Зачем-то тоже хранится. А, ради вот этой штуки хранится. Ради распылителя. Потому что у Chanel есть не просто туалетная вода в круглом флаконе. Ну и вот такие вот варианты, где 3 по 60. У них есть футлярчик. 3 по 20. Итого 60 миллилитров. Есть такой футлярчик для сумочки. И вот здесь он будет красиво облегать. И вот это вот сверху пимпочка. она закручивается как помада внутрь и раскручивается когда нужно набрызгаться. И ради вот этой пимпочки я храню. Почему? Потому что иногда я покупаю вот такой набор 3 по 20. Я уже свои футляры отдала маме. И у мамы все это красиво стоит на полочке. А себе 20-ку забираю. Снимаю вот отсюда вот этот распылитель. Надеваю на свой и пользуюсь. И у меня вот в таком виде туалетная вода Chanel может находиться. Ну все. Я уже тут тут уже какой-то мусор остался. Уже все. Можно сказать я вам все рассказала показала. Здесь еще зачем-то лежит накидка когда я ходила на школу Chanel. Это вот ее надо было вот так вот надеть на себя чтобы не испачкать футболочку. И мы вот такие красотки сидели красились и сюда вот все сыпалось чтобы не на одежду. Кстати возьмите это на заметку. Если вы уже оделись куда-то вам нужно припудриться и боитесь что это высыпется на одежду то придумайте себе что-то типа вот такого вот такой манишки и подкрашивайтесь. Ну вот посмотрите 30 минут наснимала. Всем спасибо кто досмотрел до конца проявил такое терпение. С вами была Соловьева Марина. Всем пока.